Библейский портал экзегет.ру представляет 36 глава пророка Иезекииля читает для библейского портала экзегет свои переводы с небольшими комментариями. Прошлая 35 маленькая главка немножко нас озадачила, она вроде бы не на месте. Вот в 20-х, в самом начале 30-х главов было много про другие народы, про то, как Господь совершает свой суд не только над Израилем, но и над другими народами. И тут вдруг 35-е как бы оттуда выпало, затесалось среди глав, посвященных совершенно другой теме. А другая тема – это ответственность, ответственность народов, людей, отдельных людей, таких как пророки, цари, за то, что с этими народами происходит, и возможность изменить свою участь, изменив свое поведение. Почему же здесь об Идоме? А вот начинаем 36 главу. Там говорилось, Идом злорадствовал. Он, наоборот, даже не только хотел зла израильтянам, но, очевидно, соучаствовал в их бедствии, стремился себе приобрести их землю, их территорию. И за это будет наказан, за это станет объектом злорадства. 36 глава. А ты, сын человеческий, пророчествуй против гор израильских, передай горам израильским, чтобы выслушали слово Господне. Говорил о нас враг. Ага, вот и заполучили мы вечные высоты. А ты скажи пророчеству, передай, что говорит ладыка Господь. То есть, смотрите, это подводка, история про Идома, это подводка к теме возрождения. Что будет рано или поздно с Израилем? Вот сейчас он унижен, сейчас злорадствуют. Но те, кто злорадствуют, будут наказаны, а с Израилем произойдет нечто другое. И вот эта тема очень логично продолжает тему 33-34 глав о том, что праведность, она позволяет изменить свою судьбу. И тот, кто грешил, может покаяться, но не в смысле бить себя в грудь и кричать о плохое, а в смысле изменить свое поведение и выстроить какую-то другую жизнь. Очевидно, это касается и целых народов. Вот об этом, собственно, здесь и будет идти речь. «Но выслушайте горы израильские, слово Господне, как говорит Владыка Господь, горам и холмам, ущельям и долинам, заброшенным пустошим и городам, оставленным окрестным народом в добычу, в посмешище. За это, говорит Владыка Господь, слово огненной ревности изрек и остальным народам, и дому, что присвоил себе мою страну и ликовал и всякое сердце. Всякая душа наполнилась презрением, когда пастбища они разоряли». Вот продолжается эта тема и дома, да, они все забирали себе, презирали, расхищали и за это подвергаются наказанию. «Поэтому, пророчествуя на страну израильскую, передай горам и холмам, ущельям и равнинам, что сказал Владыка Господь? Я говорю в ревности и во гневе, потому что опозорены вы пред другими народами. «Потому так, говорит Владыка Господь, воздев руку, клянусь, что окрестные народы сами будут опозорены. А вы, горы израильские, раскиньте кроны и принесите плоды моему народу, Израилю, ведь приход его близок. Тогда я обернусь к вам и стану от вас распахивать и засевать поселенного сможества людей весь дом Израилев. И города заселятся, а пустоши отстроятся». Вот здесь он обращается к горам израильским, после того, как он пророчествовал против Идомского на горле, Сир он назывался. Так, здесь он пророчествует для гор, но понятно, что не к камням и земле он обращается, не к геологическим формациям, а к стране, которая примет вновь своих детей, рассеянных в тот момент, пусть не все, отправились в изгнание назначить на их части. Вот они довольно скоро вернутся. «Много будет на вас людей из кота, будут размножаться и плодиться. Я сделаю вас обитаемыми, как были вы прежде, и сотворю вам больше блага, чем в былые времена. И будете знать, что я Господь. Будут люди ходить по тебе, страна, народ мой Израиль, и впредь ты не будешь их лишать детей». Так говорит ладыка Господь. «Называли тебя страной пожирающих людей и лишающий свой народ потомства. Зато не будешь впредь пожирать людей и свой народ лишать потомства, пророчества владыки Господа. Впредь не будут народы тебя поносить. Не будешь опозоренным перед племенами, и народ свой не будешь лишать потомства, пророчества владыки Господа». Смотрите, сама земля, она, оказывается, пожирает своих детей, лишает свой народ потомства. Ну, что имеется в виду? Возможно, конечно, какие-то катаклизмы, которые убивают людей. Возможно, просто тяжелая жизнь, и войны, и голод, и все иное, что приходит. То есть, не так-то просто на этой земле удержаться, но это будет иначе. Как, пока не очень понятно. А вот почему он объясняет очень хорошо. Было ко мне слово Господне. Сын человеческий, когда дом Израилев жил в собственной стране, оскверняли они ее своим поведением, своими поступками. Их поведение было для меня как нечистота месячных. Излил я на них свою ярость, как и они проливали кровь в этой стране и оскверняли ее идолами своими. Рассеял я их среди народов, разбросан они по разным странам. Я судил их по их поведению, по их поступкам. Но когда они пришли к тем народам, к которым пришли, то есть, за них в бесчестии оказалось мое святое имя. Они говорили, это Господень народ, оставивший его страну. Стало мне жаль, что из-за дома Израилева мое святое имя было в бесчестии у народов, к которым они пришли. То есть, история Израиля – это одновременно история чести Божьего имени. Люди, которые верят в него, которые называются его именем, они являют его в этом мире. И он бывает либо в поругании и бесчестии, если они живут в своей стране и грешат, либо если они угнаны куда-то, если они пленники на чужбине. Либо они бывают во славе, и тем самым это возвеличивает Божье имя. Поэтому передаю дому Израилеву, что говорит ладыка Господь. «Я действую не ради тебя, дом Израилев, а ради моего святого имени. Оно в бесчестии у народов, к которым вы пришли. Я освящу мое великое имя, которое в бесчестии у народов. Это из-за вас оно в бесчестии». Вновь и вновь повторяет. Представим себе патриархальное общество. Сын позорит отца. Отец почтенный, а сын гуляк, пьяница, бездельник. Конечно, все думают, сын такого человека так себя ведет. И сразу это как бы на отца бросает тень. Вот и израильтяне подобным образом бросают тень на Божье имя. «Я освящу мое великое имя, которое в бесчестии у народов. Это из-за вас оно в бесчестии. Будут знать народы, что я Господь. Пророчество владыки Господа. У них на глазах я через вас явлю свою святость. Возьму вас от народов, соберу вас по всем странам и приведу в собственную страну. «Окроплю вас водой очищения, будете чисты от всякой нечистоты. От идолов вас я очищу. Я дам вам новое сердце и новый дух вложу в ваше тело. Заберу вас каменное сердце и дам вам сердце живое. В ваши тела я вложу свой дух и сделаю так, что вы будете поступать по моим уставам. Мои поверения будете хранить и исполнять». Кардиохирургия такая. Каменное сердце удаляется и вставляется в сердце живое. А что имеется в виду? Ну вот то, что не просто по необходимости, по принуждению или по какому-то рациональному расчету они будут исполнять эти заповеди, но это будет проистекать из сердца, это будет их, собственно, желанием. Потому что, конечно, можно что-то делать по принуждению или по расчету или как-то еще, но по-настоящему мы делаем только то, что мы хотим. Хорошо делаем так постоянно. Только то, что нам действительно нравится. «Станете вы жить в стране, которую я дал вашим предкам, будете вы мне народом, а я вам буду Богом». То есть вот все время этого пророка встречается «вы будете мне народом, я вам буду Богом». И даже встречалось «я вам не Бог, вы мне не народ» в момент ссоры. То есть речь идет не просто о том, что Бог сотворил всю землю, да, и израильтян тоже, израильтяне это признают, его почитают, но это вот как дружба, как любовь, это что-то актуальное. Либо оно есть, либо его нет. А вот в данный момент его нет, но оно вернется, оно может быть. «Избавлю вас от всякой нечистоты, дарую вам хлеб в изобилии, и не дам вам терпеть голод, дарую множество плодов на деревьях, обильный урожай в поле, чтобы фрид не насмехались народы над вами из-за голода». Но опять-таки не это главное. Главное, что отношения Бога и его народа здесь возобновятся. «Вспомните тогда о злодеяниях ваших, о недобрых ваших поступках, и сами себе опротивите из-за мерзостей своих и пороков. Не ради вас сверши, а это пророчество Владыки Господа, да будет вам известно. Стыд и срам вам за ваше поведение». Вот вновь и вновь дело не в том, какие вы, а дело в том, что вы несете мое имя, и поэтому я готов сохранять вас в этом мире. «Так, говорит Владыка Господь, в день, когда я очищу вас от всякой нечистоты и сделаю населенными города, и развалины заново от строя, и будет распахана опустошенная земля, запустение которой видел всякий прохожий, когда скажут, что эта опустошенная земля стала как сад Эдемский, а города, что были разрушены, оставлены и разорены, снова укреплены и населены. И будут знать народы, какие останутся вокруг вас, что я Господь. Разоренные города отстроил и пустоши засадил. Я Господь, как сказал, так и сделал». Ну вот, в «Остановление Израиля» многократно описано, наверное, подробно, не будем это комментировать. Более того, здесь говорится о многолюдстве будущего Израиля. «Так, говорит Владыка Господь, вот еще в чем пойду навстречу Дому Израилеву, умножу их, словно отару людскую, отару священную, ту отару, что собирается в Иерусалим на праздники, наполнит отара людская опустошенная города, и буду знать, что я Господь». Отара или стадо мелковорогатого скота, ну, это один из образов народа, не случайно мы уже встречали высшее описание пастырей народа, которые пасут себя вместо того, чтобы пасти своих ровец, и что Господь будет им пастырем, а точнее, что пошлет царя из рода Давида, который все это сделает. И вот здесь эта тема повторяется. И неожиданно в 37-й главе она получает совершенно новое освящение, и мы прочитаем, конечно, эту главу тоже. Продолжение следует...